Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст достаточно большой, поэтому я не буду его перечитывать. Вот, я буду его читать и давать комментарии. Встретил мужчину, он сразу взял все в свои руки, перевез к себе наш дел строить планы на будущее и говорил поженимся. Смотрите, здесь очень важно обратить внимание на то, какая вы были, в каком вы были состоянии эмоциональном, да, и в целом, какая вы были, когда его встретили. Почему? Потому что то, что вы позволили человеку взять все в свои руки, привести вас к себе, начать строить планы на будущее, причем, как я понял, он это делал, а не вы, и говорил поженимся, говорит о том, что вы как-то, ну, предостоложены к тому, чтобы отдать власть над своей жизнью другому человеку. Что, в свою очередь, может быть судиться за то, что вы как-то либо не уверены в себе, да, вот, либо у вас есть какая-то тревожность, то есть некая потребность, например, в определенности и в защищенности. Вот, если это есть, то это является, ну, запросом на работу с психологом. Дальше, ну, дальше тут не очень понятно, вы пишете, и расстался, то есть, как бы, это заголовки, потом дальше вы пишете следующее, до того, как расстался, сказал за два дня до этого, что никуда не денется, что я только если вдруг уйду. То есть, здесь, вот, несколький неясный контекст, да, то есть, это произошло внезапно, или у вас начались какие-то проблемы, начались какие-то сложности в отношениях. В общем, все было хорошо, у него начались какие-то проблемы со здоровьем. А, окей, он, у него начались проблемы со здоровьем, но вы говорите, что все, все было хорошо. Что именно все было хорошо? Мы не спали, ну, наверное, предполагается, не было интимной жизни, либо редко, хотя вместе были всего два месяца. Опять же, здесь не совсем понятный контекст, если того, что вы говорите, вроде бы, что два месяца вы всего были, но в то же время вы говорите, что мы не спали либо редко. Далее все стало как-то усложняться. Смотрите. Вы пишите. Все стало усложняться. В этом, в этой фразе есть одна опасность. Дело в том, что, во-первых, вы обобщаете, а во-вторых, вы не обращаете внимание на то, какие конкретно ваши действия начали приводить к усложнению. И какие конкретно действия, например, мужчины начали приводить к усложнению. Понимаете, да? То есть вы здесь обобщаете, но так, как будто бы от вас ничего не зависит. И как будто бы вы не видите, например, того, что делает ваш партнер, чтобы усложнять ситуацию. Ведь он, так же, как и вы, ну, наверное, может что-то делать. Ну, наверное, может, да, и, скорее всего, что-то делает. Дальше. Он может почему-то телефон купить что-то, но любовь и какую-то телесную заботу не проявлял. Опять же. Было ли так всегда? Или это началось после какого-то определенного этапа, момента в ваших отношениях? Это важно. И об этом вы ничего не говорите. В данном случае это звучит больше как, знаете, как претензия с вашей стороны. Вот. Как жалоба на человек. С другой стороны, насколько вам, насколько вам самой, допустим, важно, чтобы человек проявлял любовь, как вы говорите, телесную заботу. Кстати, что такое телесную заботу? Я вывел его на разговор, в котором он сказал, что видит, что я страдаю и что не может мне дать то, чего я хочу. Вот такой он человек. То есть получается, что вы, столкнувшись с тем, что вас, например, в отношении человека что-то не устраивает, выводите его на разговор и хотите прояснить его позицию, если я в данной ситуации правильно вас понял. При этом давайте немножечко здесь обратим внимание на то, а ваша позиция какая? Если можно так выразиться, да, какие ваши требования, скажем так. То есть, чего хотите вы? Да? На что вы, например, согласны? На что вы, например, не согласны? То есть, вот, ну, понимаете, да? То есть, как бы, вот, как-то вот здесь как будто бы нет вашего собственного проявления личных границ. Как будто бы. Понимаете, да? То есть, опять же, здесь это больше именно вот, именно как будто бы. То есть, я не, я не просто так говорю как будто бы. Потому что, вполне возможно, что я ошибаюсь. Вполне возможно, что общей картины на данный момент я не вижу. То есть, вполне возможно, что целиком общей картины я не вижу. И именно поэтому я говорю как будто бы. Потому что это нужно, ну, как-то вы знаете, это нужно прояснить сейчас. Вот. Дальше. Так. Значит, целовать обнимать не будет, либо я смирюсь с этим, либо нет. Ну, опять же. То есть, если человек никогда по отношению к вам себя так не проявлял. То есть, если он по отношению к вам никогда не проявлял ласку, любовь, там, ну, вот, то, что вы говорите, значит, телесную заботу и так далее. То его слова, они звучат, по крайней мере, в этом контексте, как то, что имеет право на жизнь. Вот. Но, опять же, здесь важнее, на мой взгляд, не то, иметь ли это право на жизнь. А здесь важнее то, как вы на это сами реагируете. Как вы сами к этому относитесь. Как вы сами это воспринимаете. Вот что, на мой взгляд, здесь важно. Дальше. У меня был шок, я не была в подобной ситуации. В какой ситуации конкретно вы не были? И от чего конкретно вы испытали шок? То есть, я бы хотел по возможности максимально этот момент прояснить. Потому что, опять же, пока что не совсем это понятно. Я разбитая начала что-то делать. Здесь было бы неплохо сказать, во-первых, о сроках, то есть, сколько вы вместе. И здесь было бы неплохо уточнить, а точнее, обратить внимание на то, что вы вкладываете в это слово разбито. Сейчас это выглядит так, что вы потеряли как будто бы опору. Понимаете, да? То есть, сейчас это выглядит так, что вы потеряли опору. То человек перестал быть для вас в этом смысле опорой. И вы разбиты от того, что опоры больше нет. Вот так сейчас это выглядит. Может быть, опять же, я ошибаюсь. Может быть, опять же, я не вижу всей картины. Вот. Но, пока что, на данный момент, ситуация для меня, по крайней мере, выглядит вот так. То есть, есть такое чувство, как будто бы, что ваши отношения очень быстро, как будто бы очень быстро и как будто бы очень стремительно ваши отношения развивались. Вот. Такое, такое есть у меня ощущение. Опять же, в данном случае, не имея ни малейшего понятия, верно ли я говорю или нет. Дальше. Начала собираться, он сказал, что не хочет, чтобы я уходила. После этого разговора я улетела домой. Как вы отреагировали на то, что он сказал. У меня есть ребенок от первого брака. Он знает, что я привезу его на лето. Смотрите. Вот. Если у вас были отношения уже, то есть вот вы были, получается, в браке, вот, то получается так, что все отношения распались. Ну, ваш брак. И у этого есть, во-первых, свои причины, что ваши отношения распались. А второе, это то, что вы, вероятно, ну, травмированы. Вот. То есть, скорее всего, вы травмированы тем, что ваш брак распался. Потому что распался, потому что распад отношений, распад, ну, распад брака. Вот. Это то, что травмирует человека. И если человек это не прожил до конца, вот. В полной мере, если человек это не прожил, то это может оказывать существенное влияние на поведение, ну, вот, на ваше поведение, грубо говоря. Вот. Поэтому я здесь тоже хочу обратить ваше внимание и на эти вещи. Да? То есть, вот, если у вас, ну, вот, есть ребенок от первого брака, если у вас за плечами брак, то можно говорить о том, что у вас идет деструктивное, деструктивное проявление жизненного ценности. Вот. По семье и по отношениям с мужчинами. Вот. К сожалению. Это нужно корректировать. Так же. Так. Он знал, что я привезу его на лето. Сначала думал, он испугался и поэтому стал говорить такие вещи. Но когда я вернулся, он стал другим. Наоборот. Хотел меня часто. И секс часто. И обнимет. И целует. В общем, я не понимал. Я уже его даже в надписи определил. Смотрите. Вы говорите о том, что человек изменился. И да, безусловно, это, ну, вот, ну, в какой-то степени это действительно может, ну, дезориентировать то, что человек, ну, так быстро поменялся. Да? Но вопрос заключается, на мой взгляд, основной в том, что вы пытаетесь, опять-таки, его понять. Как будто бы. То есть, как будто бы вы пытаетесь понять человека. Вот в чем здесь основной момент. То есть, то есть, не к себе прислушаться, вы пытаетесь. Не себя, допустим, ну, понять, да, как-то вот, ну, может быть, в себе выработать отношения к тому, что происходит. А именно вы, как будто бы, пытаетесь понять человека. Вот. То есть, вы, вы так и говорите, я не понимал. А вам-то самой вот эти изменения, да, эти, ну, перемены его. Вот. Вам-то самой это как? Как вы сами к этому относитесь, относитесь, ну, воспринимаете это? Вот. Что в данном случае важно. И как будто бы ничего этого у вас нет. Понимаете, да? Я его уже даже в нарциссы определила. Ну, возможно, только вешание ярлыков никогда не помогает. Он очень самоуверенная личность, у него была куча партнеров, все его любили, а он только раз, как он говорил, какое это значение имеет для вас в данном случае. То есть, как вы, опять же, к этому относитесь, как вы это воспринимаетесь? Далее, вообще, самая боль. Вот все хорошо, ребенок нравится, прям очень, он говорит, не думал, что есть такие хорошие воспитанные дети, гуляют с ними и так далее. Со мной все было хорошо, мы часто смеемся, шутим. Он вернулся с работы пару дней назад, я его встретил, идем, он мне выдает, нам нужно расстаться. Я думал, у меня земля из-под ног ушла. Смотрите. Опять же, повторюсь, что ситуация здесь, она, скажем так, неоднозначна. То есть, с одной стороны, вне всякого сомнения, это, безусловно, странное поведение, когда человек так говорит. Но, с другой стороны, то, что вы описываете, с другой стороны, то, что вы говорите, что вот, земля у меня из-под ног ушла, давайте об этом все-таки немножечко постараемся поподробнее. То есть, что вы подразумеваете под тем, что у вас земля ушла из-под ног. Что вы имеете, что вы имеете в виду-то, говоря о том, что земля уходит из-под ног у вас. Дальше. Он говорит, ты очень хороший, на самом деле, у меня еще не было вот так, чтобы девушка столько за меня делала и поддерживала, и готовила, и дома уютно. Говорит, я не хочу тебе врать, но я понял, что любовь за 7 месяцев не появилась. Вот. Давайте как-то попробуем хронологически расположить все эти события, которые вы описали на эти 7 месяцев. Значит, любовь за 7 месяцев не появилась. Я так хотел гулять, вижу девушку какую-то и думаю, вот бы мне с ней, и теперь уже без того, и мне было так больно. Смотрите, вопрос, конечно, здесь понятен. То есть, понятно, что вам больно. Но, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались определить, постарались точнее увидеть. Вот вам больно, что болит? Ну вот, прям, 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 буквально, что болит у вас. То есть, прям, буквально, буквально, что, что и от чего болит. Понимаете, да? Потому что вы говорите, что вам больно. И это, ну, ну, это, это понятно. Но мы, со своей стороны, можем вам помочь эту боль прожить. И сделать, условно говоря, так, чтобы вы лучше с этой болью обращались. Вообще, сейчас, на данный момент, складывается такое впечатление, что вы в отношениях, к сожалению, больше занимаете такую пассивную, как бы, роль, вот, а неактивную. То есть, вы себя, как будто бы, довольно мало проявляете. То есть, да, вы ухаживаете, вы убираете с квартиры и т.д. и т.п., но вот, как-то эмоционально, да, вы себя, как будто бы, не проявляете. Дальше. Говорит, я всем изменял без угрызения совести, но тебя я уважаю, а чисто бы встретил от того, кто оценит всё, что я оценю. Но нет любви, есть чувства, но оно больше, как друг, друг, как сестра и т.д. Ну, что же я могу сказать? Я могу сказать, что здесь вы, судя по всему, сталкиваетесь с проблематикой сближения. То есть, вы сталкиваетесь с тем, условно говоря, что возникают определенные трудности при сближении. То есть, ну вот, у вас есть шанс как бы сблизиться, да, у вас есть шанс сблизиться. Ну вот, и здесь, здесь начинают возникать определенные, так скажем, проблемы. Далее, вы говорите о том, что... Так, вы пишите... Так, значит, вы пишите, что он ревнует меня скрытно и видно, что скрывает, если что-то у меня происходит. Когда он говорил, это всё плакал, я спросил его, ты уверен, что правильно поступаешь. Да, то есть, как бы здесь... Про что? История. История здесь про то, что вы как-то опять спрашиваете его, уверен ли ты, что правильно поступаешь. Не вы. То есть, как вы на это реагируете? Как вы на это откликаетесь? Как вам то, что, например, он говорит? А здесь история про то, что вы спрашиваете его, уверен ли ты. И вот давайте подумаем, а есть ли разница? Разница в том, уверен ли человек в том, что он говорит или нет. И если эта разница есть, то какая она? То есть, в чём эта разница для нас? Я бы хотел, конечно, обратить ваше внимание именно на то, что вот в определённой критической для вас ситуации вы больше обращаете внимание на другого человека, а не на себя и пытаетесь как бы опереться на него. Ну и соответственно, у меня к вам вопрос, да, у меня к вам вопрос такой. Как вы думаете, может ли заметить подобную модель поведения ваш партнёр? Дальше он сказал, не знаю, а далее вообще качелью. Начал говорить уже как-то иначе, говорит, я ещё никуда не ходил, я очень хочу, чтобы ты жила со мной, мне уютно с тобой, ты хорошая, с тобой надёжная. До этого, кстати говоря, никогда хорошего, надёжного человека не применяют на доступных. Ну и я не буду скрывать, у вас здесь довольно скомканно и сбивчиво написан текст. Если вы судьбой находитесь в неком эмоциональном напряжении, да, вам бы это состояние несколько прожить. Вот. Дальше, значит, до этого, кстати, кажется, так, стал говорить, перевози Натасим Федор и Бёрнка, посидят школу, будем жить, просто я предупреждал, что так и так. Честно, у меня шок, всякое бывало, но я не понимаю его. А себя, 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 вы понимаете? Любви нет, знаю, ему удобно знаю, знаю даже, что может пожалеть, говорит, что, возможно, пожалеет, что что-то всё равно во мне есть, я родная ему, сейчас он отпустит меня. Не очень понятно, понятно, пожалуйста. Такой набор слов, каша в голове, да, и вот вам с этой кашей в первую очередь нужно разобраться. Так, дальше, ещё дело в том, что мне с ним жить как минимум до октября, потому что я сейчас ребёнка на море, потом обратно к бабушке, потом назад, и пока подсоберу денег, смогу съехать, но мне жить с ним всё это время. Понимаете, да, то есть вы, судя по всему, вот в определённый момент своей жизни, да, оказались в ситуации такой. Как бы, ну, я не знаю, уместно ли сказать здесь критической, да, ситуации, вот. Но то, что вы в какой-то момент стали от него зависимы, вот, в чём основное, то есть вы стали зависимы в какой-то момент от человека. И, судя по, по мысли я вижу, зависимы вы от него стали довольно сильно. Вот, вот только мой вопрос, каким образом эта зависимость образовалась в вашей реальности. Как получилось так, что без него вы уже сейчас свою жизнь как будто бы и не представляете? Вот, как так вышло? Случайно ли это вышло? Нет, это вышло не случайно. Получилось ли, получилось ли так по стечению обстоятельств? Нет, так получилось не по стечению обстоятельств. Так получилось потому, что выбили изначально, судя по всему. К этому как-то склонен. Понимаете, да? Либо страхи, либо неуверенность в себе, либо обесценивание себя же. Либо, вот, некоторая такая, ну, тревожность ваша. Но что-то, что-то такое, что-то, что-то такое, сто процентов было. Вопрос заключается в том, только, чтобы понять, о чём идёт речь. Чтобы понять, за счёт чего это всё стало возможным. Дальше. Так, я не знаю, что делать, дайте совет, как вести себя, что делать, чтобы что, вера, и как вести себя, чтобы что. Советов психологи не дают. Я не хочу перевоспитывать и не хочу навязываться. Мне хотелось искренней любви. Простите, вам хотелось искренней любви вообще, или вам хотелось искренней любви с ним? А что вы подразумеваете под искренней любовью? Ну, что вы в это вкладываете? Дальше. Я ему верила, сейчас не понимаю, может ли он, правда, одуматься. Что вы вкладываете в «одуматься»? Кратко о нём. Бывший зависимый алкоголик, лечился, на данный момент не пьёт, принимает антидепрессанты, образование два высших, человек умный, но самоверенный, до сих пор себя ищет, даже коммуналку платят родители в квартире. Родители общаются плохо, говорят, что даже если умрут, не будут переживать. Постоянная шутка у него самоседшая. Кажется, что он не в себе, когда шутит. В интимной сфере деспот делает очень запрещённые вещи со мной. Запрещённые в смысле запрещённые кем? Вам стыдно или как? Он делает с вами вещи, которые вам неприятны или стыдно вам? Что значит запрещённые-то? И опять же, вы говорите, он делает со мной какие-то вещи. А вы-то сами этого хотите, если вы не хотите? То есть, получается, что вы не хотите, но позволяете ему. Это, может быть, и нравилось бы, если бы не самоотношение. То есть, вам не нравится его отношение к вам. Я прекрасно понимаю вас. Ну, в том смысле, что я прекрасно понимаю, что вам может не нравиться его отношение. Только вопрос здесь в том, что вы с этим хотите делать. Понимаете, да? Ну, то есть, вот, если вам не нравятся его отношения. Что вы хотите с этим делать? На мой взгляд, большая проблема в том, что вы, как мне кажется, очень слабо проявляете себя. На мой взгляд, большая проблема в том, что у вас слабо выражены личные границы. То есть, ну, практически нет опоры на себя у вас. Вот. Вот. Вот, на мой взгляд, в чем основная проблема. Соответственно, если вас, допустим, научить больше прислушиваться к себе, вот, то проблема может быть решена. И любые манипуляции, если они есть, любые какие-то, вот, деструктивные моменты в отношениях не будут вам угрожать. Для этого нужна индивидуальная работа. Вот вы спрашиваете, не понимаю, что делать, да? Что делать, чтобы... Что делать, чтобы что? То есть, чего в итоге-то вы хотите? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего вам самого доброго. До свидания. Продолжение следует...